Здравствуйте, уважаемые путешественники! С вами компания Дом в дорогу, меня зовут Константин. Где-то приблизительно две недели назад погибла семья, ночуя в прицепе. Мама, папа и ребенок во сне отравились бытовым газом. Еще одна девочка попала в реанимацию, находится сейчас в очень тяжелом состоянии. Она выжила. Я вынужден еще раз рассказать вам о том, какие ошибки делают те, кто решает купить бушный дом на колесах с рук у незнакомых непонятных личностей в каких-то странных компаниях, чтобы сэкономить деньги. Ну, вот честно говорю, вот этот вот ролик кому-то из вас, может быть, спасет жизнь. Еще раз повторяю, две недели назад в Архыском ущелье, в прицепе купленном, неизвестно у кого, с рук, бывшем в употреблении, какого-то там лохматого 90-го или 2000-го года, погибла семья, отравилась угарным газом. Повторяю это второй раз, чтобы вы поняли. Три человека просто умерли, задохнулись во сне. Еще одна девочка в реанимации. Посмотрите мои предыдущие ролики, я говорил о том же, что, ребята, купив бушный прицеп, вы рискуете погибнуть во сне. То же самое, вот то, что я говорил, произошло две недели назад. Люди, которые хотят купить эту технику, они никак не могут избавиться от автомобильного мышления. Потому что, что такое автомобильное мышление? Бушный автомобиль покупать можно. Ничего страшного в этом нет. Дом на колесах люди ассоциируют также с бушным автомобилем. Но давайте сравним, что такое автомобиль, а что такое прицеп. Или что такое дом на колесах? Вот автодом, к примеру. У автомобиля только одна функция. Вот каким бы он ни был, пусть это горбатый Запорожец или какой-нибудь Майбах за десятки миллионов рублей, но у него одна единственная функция – перевести вас из точки А в точку Б. Если автомобиль этот сломается где-то по дороге, то вы просто-напросто сядете на другой автомобиль и поедете, а этот отвезете в ближайший сервис-центр, который находится у вас за углом. Ну, в конце концов, вы помните хоть один случай, чтобы водитель погиб в результате технической неисправности автомобиля. Это очень-очень и очень редко. В основном попадают в дорожно-транспортные происшествия и получают травмы в бичи от столкновения одного транспортного средства с другим. У любого автодома, у прицепа все совсем по-другому. Если у автомобиля одна единственная функция – перенос человека из точки А в точку Б, то у прицепа не только переезд с одного места отдыха на другое место отдыха, но и обеспечение комфортных, безопасных условий в момент, когда вы отдыхаете с этим прицепом. Ночью – спокойный, здоровый сон в чистом воздухе и в тепле. На протяжении всего отдыха поступление горячей воды бесперебойно. Отопление, канализация, водоснабжение. Вы представляете, сколько функций у прицепа или у любого автодома, и все они должны исправно работать. И в случае, если у вас неисправна газовая система, то вы рискуете отравиться. В автомобиле, когда автомобиль выключен, нет никаких магистралей, которые находятся под давлением. А у прицепа, когда вы в нем живете, есть магистрали газовые, которые все время находятся под давлением. И если там есть какой-то свищ, грубо говоря, какая-то дырка, или может возникнуть дырка, или свищ, или что-то, негерметичность системы, тогда, когда вы спите, то вы незаметно во сне можете умереть. Вы и ваша семья. Поэтому, покупая бушную технику у незнакомых и у непонятных людей, вы рискуете просто отправиться на тот свет. Но кто-то скажет, а вот у моего знакомого, вот он купил бушные прицепы, 10 лет уже ездит, и все нормально. Ребят, я вам на это скажу следующее. У меня был двоюродный дед, который прошел всю войну, брал Берлин из ни одной царапины. Но это ж не значит, что каждый из нас может должен идти воевать, и у всех не будет ни одной царапины, и все будет нормально. Вот так же и ваш знакомый, кто-то там купил бушный прицеп, и что? Это не говорит о том, что вы тоже должны неизвестно где покупать бушный хлам. Но в конце концов, вот чтобы вам понятней было, будете ли вы покупать квартиру в доме, которому 100 лет, у которого течет крыша, у которого просел фундамент, у которого трещины в стенах, у которого неизвестно, когда ремонтировалась эта газовая система, у которого сырость, грибки, вонь стоит. Но зато квартира стоит в два раза дешевле. Будете вы в таком доме жить? Я думаю, что вы даже не будете покупать квартиру, даже если вам за нее приплатят. Но почему же вы тогда покупаете бушные автодома, тем самым создавая серьезнейший риск жизни вашей семьи и вас? А еще страшнее, вот сейчас, последние два года, пошла такая тенденция, вот есть такие нечистые и нечестные на руку дельцы, которые продают якобы новые дома на колесах, которые на самом деле БУ. Дело в том, что если дом на колесах попал в ДТП, то восстановить его можно до состояния нового. Но газовые магистрали вы в нем не замените, потому что они проходят фактически через огромное количество плоскостей, помещений, под полом, ну везде, да, и заменить их очень сложно. И зачастую они вроде бы нормальные после ДТП. Ну где-то там подогнул, где-то подправил, где-то что-то, ну вроде посмотрел, вроде все хорошо. Но со временем газовая магистраль, находящаяся под давлением, может треснуть. И вы во сне можете просто умереть. Очень много людей, которые звонят, а вот я покупаю новый прицеп, я говорю, а где и за сколько? И человек называет цену. И я вижу, что этот прицеп получается в итоге дешевле, чем если его покупать дилеру официально на заводе. Явно, что этот прицеп проблемный, купленный каким-то дельцом очень дешево, и продающийся здесь значительно дороже под видом нового. Это значит, что этот прицеп был в дорожно-транспортном происшествии в Европе, его восстановили и продают под видом нового. Как не попасть в эту ситуацию? Ребята, очень просто. Значит, прежде всего, надо покупать дома на колесах в компании, которая является дилером какого-то бренда. Если эта компания дилер немецкого производителя автодомов, какого-то, любого, значит, этой компании немецкий производитель доверяет, потому что дилером стать очень сложно. То есть нужно не один год работать на рынке без замечаний. Нужно не один раз посетить предприятия, которые производят дома на колесах. Нужно иметь, в конце концов, какие-то личные отношения с людьми, которые управляют всеми этими процессами в Германии. Тогда компания становится дилером. Насколько я знаю, с Российской Федерации только две компании, которые являются официальным дилером какого-либо бренда, производящего автодома или прицепы дачи в Германии и в Европе, которые представляют этого производителя на территории России. Одна из них наша компания. Вы можете зайти на официальный сайт humor.com в этом убедиться. И еще одна компания, не буду говорить ее имя, это наши коллеги, но в частности я веду речь о своей фирме. Только две, ребята, две. А все остальные это барыги, перекупщики, неизвестно кто и так далее. Я не говорю, что все они такие плохие, нечестные и непорядочные, но я, по крайней мере, знаю двух, которые каждый день обманывают покупателей, продавая бэушную технику под видом новой. Прежде чем покупать БУ технику, убедитесь в надежности продавца. Не покупайте технику неизвестного у кого. Не покупайте технику, не зная историю этой техники. Я не говорю, что БУ нельзя покупать, но если вы покупаете БУ, поинтересуйтесь, когда он был завезен, кем он был завезен, кто эта компания, которая продает, можно ли ей доверять, является она чьим-то дилером или не является. Алло. Да, да. А когда вы его купили? Его купил недавно. Это, по-моему, в историческом рынке. То есть вы купили БУшный прицеп под названием, как называется он? Ховр вроде. Может, Хобби? Хобби, да, да, да. А какого года он? Ну, 2006. И что за проблема сейчас у него? В нем... Я только купил, как бы сейчас немножко не разобрался, там, да, как что-то смывается, там, ну, есть твой Хоббит, да? Ну, люди признали его. Вот по электробатареям, вот по этим вот. Там все работает у него? Ничего нету. То есть вот этот президент называется он. Большой, 6,5 метров, 7 метров почти. Да. Может, премиум? Я, честно говоря, вот, честно, в МКУ я даже не проверял еще. Вот. Единственное, что у него бачок, почему не проверял, бачок, он хозяин какого-то покупал, он купил его в 13-м году, сам пригнал. Вот. И как бы не использовал, я у него забрал. Какой бачок? Бачок, бачок, вот нагреватель, который там есть на 10 литров, он разморозил его. А, бойлер, да? Да, да. То есть разморозил бойлер, заморозил, точнее, бойлер, да? Да, 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 да. То есть горячей воды нет, да? Да, да, да. Да, да, да. Что у вас за прицеп? А, прицеп у меня Бэйли, 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 как я скажу, как он называется, Бэйли, Валенсия, 2004 год, 2014 год. Ну, покупал у ребят с рук, просто я не могу разобраться, как включить горячую воду, и все. А они мне тут сказать не могут. А почему? Не могут. Ну, я не знаю. Наверное, не совсем понимают. Хотя бы разобрать, включить, если бы она не включалась, то можно было тогда свалить на то, что она не работает. Она течет, вода течет. Да. Ну, вот. Да, альда двухконтурная, как вы мне подсказали ребята. У меня идет табло, где идет отопление в доме, потом температура, потом краник нарисованный. Ну, то есть вот это вот. Смотрите, а эти ребята, они занимаются продажей прицепов, или вы просто с рук купили и все? Прицепов занимаются продажей. А почему они не могут вам подсказать так? Ну, мне тяжело ответить. Прошло уже два месяца, как я им задал этот вопрос. А в каком они городе находятся? Ну, я, знаете, я не хочу делать антирекламу. Пускай там они сами хотят разбираться. Мне не совсем приятно это. Пускай они там сами натыкаются. Или там... Вот. Вы когда при покупке проверяли, нет вообще? Нет, воду не проверял. Я не считаю это нужным на данный момент. Я не считал это нужным. Я торопился. В общем, мне достаточно было того, что есть отопление. То есть отопление работало. А я им пользовался зимой этим, ну, отоплением. Мне все устраивает. И покупал я у них зимой. А, так зимой вы не включали горячую воду ни разу? А ее же не было в системе. Я ее не заливал. То есть у вас вообще воды не было, да? То есть... В системе воды не было зимой. Не то, что в системе. В баке была вода? В руки... Нет, не было. То есть вообще... Не мыл я руки. Я руки не мыл зимой здесь. Она вообще... К сожалению, таких звонков у нас по несколько штук в день. Не покупайте БУ-прицепы на территории Российской Федерации. С рук. У сомнительных фирм, которые занимаются только БУ-прицепами. Если уж вы собрались покупать БУ-прицеп, это нужно делать у дилера в Германии. Только там есть какая-то гарантия того, что вы купите себе исправный БУ-прицеп. Но все, что продается в России, это, как правило, восстановленное из убитого хлама. В большинстве случаев попавшим когда-то в ДТП и восстановленным до какого-то там состояния, при котором можно его вспихнуть к какому-нибудь лоху. Поэтому не тратьте деньги и помните, что скупой платит дважды. Я очень хочу, чтобы мое видео сохранило кому-то жизнь. С вами была компания Дом в дорогу. Меня зовут Константин. Хороших покупок и хороших путешествий.